Иисус Господь Не просто лист календаря красный выпал Я знаю, что это великое священное действие И это единственная традиция, которую нам оставил Иисус Он не сильно любил традиции Но вот это будет хорошая традиция Что когда вы будете собираться вместе Вы будете принимать мою плоть, мою кровь Для того, чтобы вы будете это делать в мое воспоминание Аминь И знаете, я верю, что это имеет огромную силу И как бы там ни было Я вот хочу немножко продолжить то, о чем Тони говорит Знаете, я часто смотрю, мы все-таки живем в Украине И я копаю историю Украины Смотрю о том, что происходит в нашей стране Я знаю, что у нас великая страна Я знаю, что это такой великий народ Знаете, мне приятно, что я здесь прожил уже Забыл уже сколько прожил Ну уже, короче, нормально То есть как бы так долго живу, что забыл, сколько уже здесь живу Вот, и я знаю, что Бог имеет особый план для этой земли Я нисколько в этом не сомневаюсь И знаете, ребята, я вам хочу сказать Что вот я недавно мне рассказали историю О том, это было начало XVIII века Когда Запорожская сечь была в таком, в своем, в самом Говоря, что она была на тот момент в самом сильном составе Когда там было уже больше 5000 реестровых казаков И они контролировали такую большую часть Украины Я знаю, что есть такая история Которая связана с полковником Галаганом Кто-то может знать эту историю Знаете, я читал Википедию И как бы я знаю, что есть в Черниговской области музей И официальные источники очень сильно отличаются От того, что происходило здесь на самом деле В эти времена Потому что настолько была сильная сечь Настолько стояла Петр Официальные источники пишут, что казаки Подписали договор с Карлом Шведским королем Когда у России была война Но знаете, что интересно Что на самом деле нет ни одного документа Который говорит, что они подписали Просто больше историков склоняется Что царь Петр думал, что они могут подписать И если бы они вступили в союз со шведами То есть То как бы Ну у нас бы сегодня, наверное, не было бы проблем На Юго-Востоке, я так думаю Вот И он не знал, как взять сечь Потому что она была неприступная И когда даже с похода возвращались казаки Они проходили примерно два круга укреплений То есть они заходили Внешние ворота проходили Останавливались Там было такое Перед внутренними воротами Причем даже своих казаков там обыскивали Смотрели, чтобы никто ничего не пронес Была строгая дисциплина И только потом они попадали внутрь сечи И Петр послал целый отряд И он не мог никак взять сечь И потом нашел Галагана Полковника Который родом из Черниговской области Очень богатый человек Знаете, он пользовался таким огромным доверием в сечи И в общем-то был меценатом Одним из тех людей Кто постоянно привозил обозы И единственная личность И чьи обозы проходили сразу двое ворот Это был Галаган И Петр предложил ему Несмотря на то, что он уже имел Нечто там Имел особенное влияние Имел особенное поместье Он был одержим идеей Создать новую нацию Примерно как немцы были одержимы Создать арийцев Точно так же У Галагана там говорят Что был самый могущественный род На тот момент Мечательственное количество детей Как брачных, так и внебрачных Там наложницы были у него в деревнях То есть В общем Человек, который Был достаточно обеспечен Знаете, что он сделал? Когда Петр предложил ему еще Белгородской области Определенные там земли То, что сегодня называется Белгородской областью Он под свои подводы Спрятал русских солдат И поскольку пользовался уважением Он такой Спокойно прошел В Запорожскую сечь И Когда вышли солдаты То есть Начался захват сечи И Сечь считалась непреодолимой Вокруг нее стоял чистокол Историки утверждают Что на этот чистокол Живьем насаживали казаков Как бы Как сломать символ Непреодолимости сечи А потом трупы с их плотами Пустили под Днепру Вернее плоты с их трупами Пустили под Днепру Но жены, которые выжили В тот момент И которые смотрели Как То, что происходило Когда они видели Всю эту кровь Знаете Все то, что там Эту плоть Они прокляли Галагана И весь его род Петр Сечь захватил То есть Она была практически разбита Но что интересно Прошло совсем немного времени Это был 1709 год Утверждают историки Потом прошло порядка 9 лет И некоторые сводятся Что был трехлетний период А некоторые сходятся К тому, что был пятилетний период Начиная с Галагана В течение короткого времени Весь род вымер То есть сегодня В Черниговской области Где его родина И где есть музей Музей так и называется Проклятый род Галагана Историки, которые там Поднимают документы Они говорят, что есть огромные земли На которые могли бы претендовать Потомки Но нету ни одного прямого потомка Кто мог бы Сегодня претендовать на то Что ему принадлежало по праву Аминь Послушайте, к чему я говорю Это все Я говорю к тому, что В любом случае Всякая неправда Она будет постыжена Аминь В любом случае Что кто незаконно Я помню, как В Библии есть момент Когда Бог пришел к Аврааму И сказал Что В Содоме и Гаморе Происходит грех Происходит беззаконие И он сказал, что Голос крови Вопьет ко мне От этой земли Он поднимается Я слышу этот вопль И я должен пройти Посмотреть Так ли на этом самом деле И вы знаете Что произошло там Я знаю, что Сегодня в нашей стране Когда льется кровь Голос этой крови Вопьет И вообще История Библии Такова, что Бог всегда Серьезно относился К крови Аминь Знаете Как бы там ни было Что бы сегодня Не происходило То есть Не только галоган Но и вообще История Украины Она полна историями Когда эту страну Предавали Украинцы всегда Были открытыми людьми И их много раз Предавали Да Почему Потому что люди Они всегда могут предавать Но я знаю Что есть тот Кто никогда не предаст Библия говорит Что как мы дети Причастны плоти и крови То Иисус воспринял Онное Дабы своей смертью Лишить силы того Кто имеет державу смерти Аминь Послушайте И освободить нас от рабства Иисус воспринял Плоть и кровь И Библия говорит Что Бог доказал Свою любовь Когда умер на Голгофском кресте Знаете О чем это говорит О том Что проблема сегодня Не в Януковиче Не в Порошенке Не в Путине Или еще в чем-то Проблема сегодня В том Что мы Являясь светом Этому миру Нам надо уверовать В эту кровь В эту плоть Стать теми Кем Бог хочет нас видеть Да Занять свое место В Божьем плане Спросить Бог А что ты думаешь По этому поводу Не просто быть Номинальными христианами Которые в воскресенье приходят В четверг приходят Иногда на молитву приходят Которых надо уговаривать Что-то сделать Нет Ты должен занять свое место В Божьем плане И быть жизнью Быть светом Да Быть надеждой Быть спасением Быть исцелением И только тогда Божий план Может изменить эту землю Аминь Я верю в это Знаете Прежде чем мы будем Делать Святое причастие Я хочу пройтись По некоторым Мифам И по некоторым Бичам Которые сегодня Бьют менталитет Верующих людей Потому что Я сегодня слышу Разные мнения Я сегодня слышу Знаете много чего Но я знаю вот что Что Бог Свои планы не меняет Аминь Я знаю что Божье слово Неизменно Я знаю что кровь И плоти Иисуса Христа Все так же имеет силу Знаете Я все так же знаю Что перед именем Иисуса Преклоняется всякое колено Я все так же знаю И верю Что когда мы знаем То что Бог хочет от нас Когда мы Занимаем свое место В Божьем плане Ничто и никто Не может нас остановить Никто и ничто Не может нам противостоять Иисус называет нас светом этому миру. Знаете, Иисус вложил в нас жизнь. Благодаря тому, что Иисус умер на Голговском кресте, я всегда задаю себе вопрос, для чего пришел Иисус? Иисус пришел для того, чтобы только умереть, или это было нечто большее? Если бы Он пришел для того, чтобы умереть, не надо было бы ждать 33 года, правильно? То есть можно было бы это сделать сразу. И, в общем-то, и нам бы не нужна была жизнь, потому что надо было бы людей сразу после рождения свыше отправлять на небо. Но очевидно, что у Бога есть какой-то очередной план. И знаете, что Бог пытался обращаться к людям и разговаривать с людьми разными способами. Он посылал к ним ангела, разговаривал из облака, через ослов пытался говорить. Но это не сильно хорошо работало. И тогда Бог одел плоть и кровь. Написано, воспринял такую же плоть и кровь, как у нас. Не пришел в образе слона, не пришел в образе какого-то болвана восьмирукого, а пришел в такой же плоти, как у каждого из нас, для того, чтобы мы могли отождествить себя с Ним, для того, чтобы Он нам передал свою жизнь. И Библия говорит, что мы внутри себя имеем жизнь Божью. Что христианство это не религия, не традиция, но мы имеем жизнь, ребята. Послушайте, мы живем, мы не существуем, мы не думаем, мы не сплетничаем, мы там не ставим свое мнение относиться на кого-то. Мы не судим людей. Мы живем той жизнью, которая дарована нам Богом. И другого шанса у нас нет. Аминь. Да? Знаете, христианство это не то, как ты думаешь, как прожить и как приспособиться. То распространенное мнение сегодня, закрытое христианство за четырьмя стенами. Мы спаслись, аллилуйя, мы ничего не делаем, мы просто ожидаем, пока придет Иисус, потому что мы все равно придем на небо. А там хоть трава не расти. Послушайте, не мечтайте о небесах до того момента, пока вы не исполните свою жизнь, пока вы не исполните Божье предназначение. Вам не светят небеса до тех пор, пока у Бога есть план на вашей земле. Знаете, Павел был на небесах и сказал, я бы ушел на небеса. Говорит, я бы с удовольствием ушел на небеса, но для меня нужнее оставаться здесь во плоти, потому что его работа еще не была закончена. Когда пришло время, он ушел на небо. Послушайте, наша работа здесь не закончена. Сегодня много людей погибает, сегодня много людей раненых, сегодня много людей без надежды, сегодня много людей находятся в каких-то таких проблемах, экономики, там еще чего-то, греха, зависимостей разных. Много людей возвращается уже с посттравматическим синдромом, знаете, они уже возвращаются с войны, но продолжают воевать. И послушайте, наша работа только начинается. И пока церковь не займет свою нишу, там, где она и должна быть, ничего не будет. Аминь. Я в это верю на 100%. Я знаю, что это. Потому что, послушайте, церковь, повторюсь еще раз, не то место, когда мы хотим просто как-то пропетлясь, там, тихенько отсидеться, чтобы нас никто не заметил. Церковь – это то место, где люди принимают благословение, где люди принимают Слово Божье, где люди принимают ответ от Бога, где люди принимают решение быть Светом Божьим в этом мире. И когда вы куда-то попадаете, вы приносите с собой Свет. Куда бы вы ни попали, в какой бы вы компании не очутились, знаете, пришли ли вы в больницу, пришли ли вы в банк, пришли ли вы на передовую. Послушайте, вы пришли, и все стало лучше. Почему? Потому что вы Свет этому миру. И когда светит Свет, Тьма всегда уходит. Жизнь, она всегда преподносится над смертью. Праведность всегда будет превозноситься над грехом. И Свет всегда будет превозноситься над Тьмою. Если зажигается Свет, у Тьмы нет шансов. Нету шансов. Она просто уходит, потому что Свет, он всегда будет светом. Библия говорит, и Свет светит во Тьме, и Тьма его не может объять. Если вы светите, Тьма никогда не сможет вас объять. Если вы верите в тот Свет, который есть внутри вас, и позволяете Ему светить, и являетесь для кого-то путеводной звездой, вас никогда не сможет объять Тьма. Послушайте, какая Тьма не была вокруг вас? Вас не сможет объять Тьма. Почему? Потому что внутри вас Свет Божий. Аминь. Аллилуйя. Итак, послушайте, для чего пришел Иисус? Знаете, у Иисуса была дилемма. Я часто использую это слово, сегодня пытался найти Ему такое точное определение. Дилемма написана, это полемика двух взаимопротивоположных мнений, которые взаимо исключают одно или другое. Понимаете? То есть, говоря простым библейским языком, да-да, нет-нет, а что сверх того, то от лукава. И знаете, когда пришел Иисус, у него была серьезная дилемма. Потому что люди в тот момент, они были отделены от Бога. Они не могли представить, что Бог и человек могут быть вместе и могут сотрудничать на одном уровне. И когда пришел Иисус, ему понадобилось долгое время для того, чтобы объяснить и внушить это ученикам, что тот же самый Бог, который живет внутри Иисуса, Он будет жить внутри каждого человека. Что тот же уровень отношений, который есть у Иисуса с Отцом, будет у нас. Что те самые дела, которые творил Иисус, сегодня можем творить мы. И знаете, когда Он пришел, сначала Он говорил о Яхве, да, как о сущем. И даже когда Он говорил о Яхве, у людей это всегда производило впечатление. Потому что Он говорил как бы, как все говорили, но Он говорил это как-то по-особенному. Знаете, когда Он пришел в синагогу в первый раз, Ему подали книгу пророка Исаия. И я думаю, что эти стихи неоднократно уже читались. Он открыл и начал, когда их читать, написано, «Люди дивились благодати, которая исходила из Его уст». Очевидно, Он читал эти слова не так, как читали все остальные. Очевидно, в них Он верил. Потом Он начал говорить о Боге, как об Отце, которого знает. Правда? И знаете, что интересно? Фарисеи сказали, что это богохульство. И они сказали, мы убьем тебя за это. И, в общем-то, за это Его убили, потому что основное обвинение к Нему было от фарисеев, что ты, будучи человеком, делаешь себя подобным Богу, Сыном Божьим. Ты говоришь о том, как будто бы знаешь Бога. Ты говоришь о том, как будто бы у тебя есть с Ним отношения. Ты говоришь, как будто ты и Отец одно. Послушайте, Библия говорит, что Иисус заплатил Своей кровью для того, чтобы мы были один к одному вместе с Богом. Чтобы мы один и одно были с Богом. Знаете, апостол Павел, апостол Павел, который в своей земной жизни никогда не видел Иисуса, он напишет позже, когда он встретится с Иисусом, когда он родится свыше, когда внутри себя обнаружит жизнь Божья, он напишет слова, что это единственный образ, в который мы преобразуемся. Это единственная модель. Это единственный образец. Это единственный стандарт, по которому мы живем. Это Иисус Христос. Единственный, кому мы подобны, кому мы имеем предназначение быть, жить и поступать, как Он, это Иисус. У нас нет другой модели. У нас нет другого образца. Послушайте, люди, мы и Бог это одно. И когда мы открываем Бога, Бог открывает нас. Когда мы открываем Бога, кем является для нас Бог, послушайте, тогда Бог открывает, кем являемся мы. Пока вы не откроете Бога, вы никогда не поймете до конца, кем являетесь вы. Момент, когда Петр и Иисус идут вместе, Иисус говорит, за кого почитают меня люди? Да, знамя, самая такая, одна из тех историй, которая меня вдохновляет больше всего. За кого почитают меня люди? Ну, у людей много мнения тебе. Кто-то говорит, что ты Илья воскрешешь, кто-то говорит, что ты там от дьявола, кто-то говорит, что ты от Вильзевула, там все вот эти штуковины вытворяешь. Иисус говорит, я понимаю, что обо мне много мнений. А за кого почитаете меня вы? Знаете, и вот это на самом деле является таким серьезным вопросом. Кто для тебя сегодня Иисус? Кем является Иисус для каждого из нас? Для меня лично. Кто такой Иисус? А? Народ. Ведь это тот вопрос, который перед нами ставит жизнь. Ведь если мы на него не ответим сами себе, то мы никогда не сможем ответить это людям. Если мы не ответим, кто для нас Иисус, мы никогда не сможем исполнить то предназначение, которое Бог предназначил для нас. Если мы не определимся сами для себя, кем для нас является Иисус, мы никогда не сможем говорить, как Иисус. Никогда не сможем любить людей, как Иисус. Никогда не сможем доверять людям, как Иисус. Никогда не сможем исцелять людей, как это делал Иисус. Никогда не сможем быть для людей благословением, как это был для Него Иисус. Знаете, когда Иисус встречался с людьми, люди задавали себе вопрос, кто этот парень? Да? Кто это? Когда они знали, что Иисус где-то проходит, собирались толпы, им было интересно. Послушайте, христиане, я вам хочу сказать, что если вы сегодня преобразуетесь в образ Божий, если вы исполняете Божие предназначения, и если вы те, кем Бог вас сотворил, когда люди встречаются с вами, у них должен быть аналогичный вопрос, кто этот человек, откуда у него это, почему у него есть надежда. Почему он верит? Почему Бог может говорить через него? Почему Бог может исцелять через него? Почему Бог может благословлять через него? Послушайте, почему? Потому что мы ничем не отличаемся от Иисуса. Аминь. 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 И знаете, люди замкнулись, а Петр сказал, ты Иисус, ты Мессия, ты Сын Божий, ты Искупитель, ты тот, кто спасет людей от своих грехов. Знаете, на тот момент он не был Петром, на тот момент он был Симоном, колеблющимся, да, такой колеблющимся от каждого ветра, непостоянным. Потом Иаков напишет, такой человек ничего не может получить от Бога. Но как только он сказал, что ты Иисус и ты Мессия, Иисус назвал этого человека Петром. Он говорит, если ты понимаешь, кто я такой, тогда ты скала, тогда ты камень. Когда у тебя есть откровение, кем является Иисус, тогда врата ада тебя не смогут одолеть. И он говорит, на этом откровении, кто такой я для тебя, я создам ту церковь, которая врата ада не одолеет. Послушайте, это хорошо, когда пастырь имеет откровение, кто такой Иисус. Хорошо, когда Саша Коваль имеет откровение, кто такой Иисус. Ну, если имеет, вот я верю, что имеет. Хорошо, когда Юра имеет. Но послушайте, у нас нет коллективного откровения о том, кто такой Иисус. Нам надо каждому из нас определиться, кто в жизни. Знаете, Иисус не начал определять, и Он не начал давать новые имена ученикам. И не сказал ученикам всем, кем они являлись. Как только Петр определился, что Иисус для Него Спаситель и Мессия, Он стал Петром, Он стал скалой, Он стал камнем. И Он говорит, с этого момента, Петр, поскольку ты понимаешь, кто я, я говорю тебе, кто ты. И когда ты знаешь, кем ты являешься, то я тебе даю ключи власти. И теперь отныне то, что ты развяжешься на небе, то будет развязано. А что ты свяжешься на небе, то будет связано. Понимаете? Когда мы понимаем, кто такой Иисус, тогда Бог может обратиться к нам и сказать, кто такие мы. И это то, без чего сегодня люди не могут двигаться. Если ты не понимаешь, кто ты в Боге, то все твое христианство, оно ограничится воскресными сознаниями. Но если ты знаешь, кем ты являешься в Боге, если ты имеешь отношение, если ты позволяешь Богу говорить тебе, и Бог говорит тебе, кто ты, что ты, куда ты идешь, где ты должен находиться, что ты должен делать в это время, послушайте, тогда твоя жизнь преображается. Да? Аминь? Правда, это сильная позиция? И это позиция власти. Знаете, многие люди просто вырывают из контекста слова и сказали, ну ладно, что там, Бог же сказал, не заботьтесь о завтрашнем дне, достаточно для каждого дня своей заботы. Послушайте, когда Иисус говорил, не заботиться, Он говорил, не бояться. Но скажите мне, у кого больше возникает волнений и беспокойств? У человека, который знает, кто он, что он и куда направляется, или у человека, который не знает? А? А? Который не знает. Если ты не знаешь, кто ты в Боге, если ты не знаешь, что для тебя Иисус, если ты не осознаешь свое предназначение, если ты не знаешь свой путь, если ты не знаешь место, где ты сейчас должен быть, и не позволяешь Богу себе это открыть, ты всегда будешь заботиться о том, а что будет завтра, какой будет завтрашний день, что Бог завтра сделает, чем это для меня закончится, да? Упадет с моей головы волос, не упадет с моей головы волос, там где-то убьют меня, не убьют меня, сделаю это, не сделаю. Но когда ты знаешь? Я знаю от Бога, кто я такой. Я знаю, что Иисус мой Спаситель. Я знаю, что Бог моя защита. Я знаю, что жизнь Божья живет внутри меня. Я знаю, что Бог направляет мои ноги на стезе праведности ради имени своего. Я знаю, что какой бы ни происходил внутри моей страны кризис, Бог приготовил передо мной трапезу ввиду врагов моих. Я сижу за столом. Я не под столом ползаю, собирая крошки. Я нахожусь за царским столом, потому что меня туда посадил Господь. Что бы ни происходило сегодня со мной, я иду вперед. В таком отношении ты никогда не будешь волноваться, что тебе завтрашний день приготовят, потому что ты знаешь, завтрашний день я проживу в воле Божьей, как и вчерашний день, как и позавчерашний день, как и завтрашний день, как и через неделю. Я буду двигаться до того момента, пока у Бога есть план для меня, пока я не исполню свое предназначение. И когда закончится мой земной путь, я с радостью покину свое тело, потому что меня ожидает объятие Отца. Аминь. И знаете, ведь это на самом деле сильно. Ведь это на самом деле здорово знать, кто ты такой. Кто ты такой? Кто для тебя Иисус? Кем являешься ты? Да? Не просто, ну знаете, мы тут все вот, мы тут, мы все одна церковь, вот мы тут были, тут за здание верили, молились, вот, и поэтому Господь, как бы там ни было, тут прежде сначала с пастырем поговори, вот, а потом будешь разговаривать со мной. Нет, Бог будет разговаривать с каждым из нас, лично и напрямую. Потому что, послушайте, сегодня много людей в Украине, много людей здесь в Черкассах ходят, но не все сегодня здесь в Доме Божьем. Не все имеют откровение о том, кто такой Иисус. Не все сегодня могут соприкасаться с Богом посредством плоти и крови, знаете, отождествлять себя вместе с Ним. Не все это могут. Мы имеем эту привилегию. И если мы не воспользуемся этой способностью, мы будем нести эту ответственность пред Богом. Аминь. Как бы это ни звучало. Итак, послушайте, дилемма Иисуса. Давайте поговорим об идентификации Иисуса. Мне это нравится, потому что Иисус всегда, когда говорил, он с кем-то себя идентифицировал. Знаете, ведь это было его мышление. И он всегда точно знал, кто он такой и куда он идет. Правда? Это же его слова. Он говорит, я знаю, откуда пришел и куда направляюсь. Он говорит, знаете, с кем себя всегда ассоциировал Иисус. Единственная ассоциация. Люди говорят, почему Иисус был, почему у Иисуса не было неотвеченных молитв, почему у Иисуса был успех в служении, почему за них гонялись люди, потому что он говорит, я ничего не творю сам от себя, пока не вижу Отца Творящего. Он говорит, я знаю, кто я. Я и Отец одно. Я знаю, откуда пришел и я знаю, куда я направляюсь. Очевидно, что когда он уходил на гору и проводил время общения с отцом, он не отбывал наказание и не засекал время по будильнику, он общался с отцом. Он позволял говорить Богу в свою жизнь. Позволял внутри себя Богу рисовать определенные картины. Позволял Богу направлять свои стези. Позволял Богу направлять свои ноги и стопы, знаете, идти в определенном направлении. И это давало ему возможность двигаться в совершенном плане Божьем. Это процесс не настолько духовный, насколько мыслительный. В молитве вы всего лишь получаете от Бога определенное направление, определенные образы, определенное слово. Но послушайте, между миром духовным, между миром физическим есть такой определенный компьютер, самый лучший. Не Apple там, и не Macintosh там, и не Lenovo. Человеческий разум. Компьютер, который никогда не смогут люди воссоздать так, как его создал Господь. Мыслительный процесс. Знаете, мышление. Наше мышление, оно сильное. И мышление основывается на двух вещах. На первом, первое, откуда приходит наше мышление, это информация, которая в нам поступает. Потому что сегодня вы можете думать одно, к вам поступила какая-то информация, вы за ночь ее переварили, и завтра вы уже думаете другое. Вы можете так думать о людях, о своей стране, о своей жизни, о своем здоровье. Правда, да? Так я говорю или нет? Нет. Но это всего лишь является частью мышления. Потому что если бы мы думали только от информации, то, знаете, мы бы, если бы мы все зависели только от тех знаний, которые получаем, мы бы все были сократами. Сегодня, если имеешь интернет, можно сесть в туалете в планшетах и получить высшее образование, пока, в общем-то, не закончится заряд батареи, пока Wi-Fi не отключат. Сегодня в знаниях нет никакого недостатка. Сегодня ты можешь открыть любой сайт, открыть любую электронную библиотеку, сегодня ты можешь открыть фактически любую медиа информацию, которая тебе надо, как тебе удобно ее воспринимать. Ты можешь ее читать, ты можешь ее слушать, ты можешь ее воспринимать зрительно, ты можешь ее воспринимать в комплексе, и в информации нет проблем. Но есть еще часть мышления, которая говорит о том, что мы себя с чем-то идентифицируем, что мы себя с чем-то сообразуем. И знаете, самое первое, о чем есть три таких важных столпа, на чем строится мышление людей мира. К сожалению, в церкви тоже люди себя к этому соотносят. Но послушайте, кровь и плоть, она решила этот вопрос Иисуса Христа раз и навсегда. Первое, с чем люди себя сообразуют, это ДНК. Знаете, да, люди говорят, я такой уродился, у меня такая наследственность, у меня гены такие. Знаете, что есть люди, у которых постоянные проблемы, и они списывают это на гены. И, как я вот как-то уже рассказывал в этой церкви, что когда ты приезжаешь в Европу, там говорят, что 10%, но вообще примерно 3% людей, они говорят, что они вот, ну, к этим меньшинствам, вот так называемым, относят себя к гомосексуалистам. И с ними никто не может бороться, потому что у них есть такой аргумент, мы такими родились. Вот мы родились такими и все, и ничто не может нас изменить. И с ними спорить бесполезно, потому что они приведут там тысячу доводов и тысячу научных открытий, что действительно там где-то им там чего-то, то ли хромосомы не хватает, то ли мозгов им не хватает, то ли еще им там чего-то не хватает. Вот, ну, как-то каким-то образом, вот они родились такими и все, и их изменить невозможно. И я не хочу с этим спорить, потому что вообще, знаете, когда мы рождаемся у каждого своя генетика, мы состоим, да, у нас есть плоть, которая состоит из ДНК, но послушайте, когда я разговариваю с такими людьми, я говорю, хорошо, вы такими родились, а как насчет переродиться? Как насчет рождения свыше? Послушай, каким бы ты ни родился, ты можешь родиться свыше. Это то, что сказал Иисус Никодиму. Тебе надо бы народиться заново от Духа, потому что когда ты рождаешься от Духа, у тебя появляется другая генетика, генетика Иисуса Христа. В тебе ген Духа Святого появляется, который выдавливает всю плохую генетику. Какой бы ты ни родился, когда ты рождаешься свыше, ты становишься другим. Скажите мне, христиане, духовное рождение, это реальный факт или нет? Это фикция? Это просто вот мы вышли, вот, колтарили какие-то слова, потом нам книжечку подарили. Так оно вроде в жизни как ничего не поменялось, но стало теплее и приятнее, потому что есть небольшой коллектив людей, которые тебе всегда улыбаются. Вот, ты приходишь, там ты песни, там не плохие, а хорошие поешь, там не шансон, а прославление поешь, потом тебе какие-то слова хорошие говорят. И вот это называется церковь. Нет, церковь это люди, которые встретились с Богом и которые родились от Духа Божьего. И у нас генетика Духа Святого. Мне все равно, какая у вас была зависимость. Мне все равно, что было с вами. Мне все равно, во сколько умерли ваши родители и что говорят вам врачи. И послушайте, с того момента, как вы приняли Христа как своего Господа и Спасителя, у вас появилась только одна наследственность. Наследственность сына или дочери Божьего. И это единственная наследственность, которая у вас есть. И ваша генетика в этом отношении не катит. Потому что если вы будете себя сообразовать с генетикой, то вы будете всю жизнь наступать на одни и те же грабли. Вы будете все время пытаться избавиться от каких-то грехов и будете оправдывать их этой генетикой. Вы будете пытаться избавиться от какой-то зависимости и это будет оправдание, это будет генетика. Вы будете избавиться от каких-то отношений или еще чего-то и будете говорить, я такой родился. Послушай, какой бы ты ни родился, Иисус дает тебе право на второе рождение. И когда ты рождаешься свыше, ты становишься новым творением. И Библия говорит, древнее все прошло и теперь все новое. Новое. Послушайте, все новое. Все новое. Новые привычки, новый опыт, новые переживания, новые отношения с отцом, новые отношения с людьми. Когда ты рождаешься свыше, ты становишься новым творением. Аминь. Новым творением. И с этого момента ты имеешь жизнь вечную. Второй ассоциативный мыслительный процесс, такой столб, это психология. Это психика наша, знаете, это наша, что такое психология? Психология это наш опыт. Знаете, мы относимся к людям из тех ран, которыми, как люди относятся к нам. Знаете, вот меня в церкви не заметили, теперь я больше служить не буду. Вот пастор не поздоровался, я еще не дай бог на туфель над очищенной наступил, я больше в служение ходить не буду. Со мной так обошлись, с этими людьми я больше не разговариваю. Я его не понял, все, забирай свои игрушки, не какай мой горшок. Развод и девичья фамилия. Послушайте, я знаю, что у нас может быть разный опыт в жизни, правда? Кого из вас люди кидали? Кого из вас подводили? У нас у всех были свои истории, но послушайте, вопрос вот в чем. Когда мы пришли к Иисусу, мы открыли, что Иисус претерпел все. Претерпел все. Знаете, ваш опыт, который есть у вас в жизни с людьми, разве он больше того опыта, который был у Иисуса? Скажите мне, пожалуйста. Может, кто-то из вас проходит через большее испытание, чем прошел Иисус? Я думаю, этого человека надо будет потом забальзамировать и в стеклянную рамку поместить. Вот. Куда-нибудь на видное место, чтобы можно было там и руки не мыть потом. Но послушайте, у нас у всех есть свой опыт. Но никто из людей не проходит ни через большее то, что сделал Иисус. Всякий раз, когда кто-то пытается, знаете, навевать вам плохие мысли, подумайте о Христе. Иисус сказал, делайте это в мое воспоминание. Мы берем плоть, мы берем кровь, и мы вспоминаем, чего это стоило Иисусу. У него был свой негативный опыт. Предавали ли его люди? Да, самые близкие. Отворачивались ли от него люди? Да. Ругали ли его люди? Да. Плевали ли на него люди? Да. Почитали ли его люди? Да. Были ли у него друзья? Да. Он испытывал все то же самое. У него были взлеты и падения. Я имею отношение к людям. Вокруг него были и хорошее, и плохое. Но послушайте, он исполнил свое предназначение до конца. Аминь. И у нас есть сегодня хороший пример. Павел говорит, подражайте мне, как я подражаю Христу. И когда Павел это писал, он не хотел, чтобы люди подражали Павлу. Он хотел, чтобы люди, глядя на Иисуса Христа, подражали Христу, точно так же, как подражал Павел Иисусу Христу. Аминь. Послушайте, у нас есть определенный опыт, но я верю, что опыт Иисуса Христа больше. И всякий раз, когда мне становится обидно, неприятно или еще что-то, хочется разозлиться на людей, хочется что-то творить, я каждый раз вспоминаю о том, какая была заплачена цена. Что есть тот, кто явился примером. Что есть тот, кто показал, что надо прощать. Что надо идти вперед. Что, знаете, иногда люди из-за обид, из-за какой-то ерунды, из-за какой-то мелочи. На самом деле ведь, когда начинаешь разбираться в конфликтах людей, часто люди говорят, что конфликт большой, а на самом деле он не стоит выведенного яйца. Что там и не было из-за чего ругаться. Там где-то эмоции, там где-то еще что-то. Послушайте, всякий раз, у вас не настолько долгая жизнь, чтобы разменивать ее на всякие мелочи. В жизнь самое дорогое, что вам дано от Бога. И знаете, что я вам хочу сказать? Люди часто из-за мелких каких-то конфликтов, из-за мелких каких-то своих там, сами себе там что-то накрутили, там это самое, они лишают себя Божьего благословения. Они уходят от Божьего предназначения. Они сворачиваются с того пути, который был приготовлен еще до основания жизни. И они не исполняют свое призвание. И они потом говорят, ну я несчастлив, я не знаю, что со мной, и виноваты в этом люди. Послушайте, давайте вырастим. Люди никто не виноваты. Никто ни в чем не виноват. Люди остаются людьми. Если вы просто надеетесь на людей, у вас серьезная проблема. Вам надо покаяться и обрести Иисуса. Но если вы надеетесь на Бога, то Библия говорит, что надеешь на Бога не постыдятся. Всякий раз, что бы ни происходило внутри вас, смотрите на Иисуса. Смотрите на Голгофу. Если вам этого не хватает, знаете, если вы не можете это делать постоянно, купите дома какую-то картину или репродукцию, чтобы у вас был постоянно дома крест. Делайте хлебопреломление сами с собой, с Иисусом наедине каждое утро, до тех пор, пока вы не утвердитесь. О том, что бы со мной ни происходило, есть для меня пример. Я не настолько со мной все плохо, как то, что испытывал Иисус Христос. И даже в эти трудные моменты он всегда был спокоен. Он думал о том, исполнил ли я все до конца. Знаете, в самый неприятный момент, когда его тело разрывалось, когда его незаконно... У него была душа, я думаю, что ему не сильно было приятно. Он всю жизнь сделал добро людям, а его незаконно обвинили, причислили к преступникам, подвергли там позорной казни. Посреди всего этого он не злится на людей. Он продолжает служить людям. Он продолжает служить разбойнику на кресте. Посреди всего этого он думает, исполнил ли я все. Он упоминает. Одно писание не исполнено. И он говорит, я жажду. В Исаии написано, что я должен испить уксус. Я жажду. И потом он полностью, когда все это делает, он говорит, свершилось. И благодаря этому сегодня у нас есть Иисус Христос. Благодаря этому сегодня у нас есть спасение. Благодаря этому сегодня мы можем быть причастниками крови Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Вам нравится, да? То, о чем мы говорим. Это немножко меняет вас. Послушайте, как бы ни было, как бы ни было, какая бы к вам информация ни поступала, откройте Слово Божье. Самая лучшая информация. Самое лучшее семя. Семя, которое приведет вас в божественный порядок, в божественный мир и растает все на свои места. Потому что нет ничего нового под солнцем. Кто-то уже через это проходил. Второе. Какой бы у вас ни был опыт. Послушайте, отдайте это все. Отдайте это все на крест. Отдайте все это на Голгофу. Просто продолжайте любить людей. Продолжайте верить в людей. Продолжайте, не разменивайтесь на мелочи. Исполняйте то. Знаете, люди за вас в вашей жизни проживут. И вы за людей не проживете чью-то жизнь. У вас есть одна драгоценная жизнь. Ваше время ограничено на земле. Нет людей, которые живут вечно на земле. У всех есть свой временной период. Знаете, это такое драгоценное время, которое нельзя записать на карточку. Нельзя как бонус получить. Нет. Сегодняшний день ты прожил один раз и все. И он у тебя останется в воспоминании. И ты можешь либо что-то сделать, то, что отзывается в вечности. Либо сидеть там в своих обидах каких-то. Это там обвинять людей, обвинять там правительство, там еще что-то. Послушайте, забудьте про это. Надо вырасти. Надо понять. Послушайте, мы живем. Живем один раз. И надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Аминь. Аллилуйя. Дальше. Окружение. Есть еще один столб мышления. Окружение. Я живу в такой стране, и поэтому вот так вот все происходит. Вокруг меня такая обстановка, и поэтому все вот так происходит. Вот у меня такие дома родственники, и поэтому вот так вот. Мне там все там дети крышу срывают, там жена меня не понимает, там еще что-то. Поэтому я такой, какой я есть. Послушайте. Какая разница? В каком бы окружении вы ни находились, вы свет Божий. Бог с вами. Иисус сказал, не оставлю и не покину вас. И в другом месте он сказал, я с вами во все дни жизни вашей. Где бы вы ни оказались, знаете, вы пришли, и все стало лучше. Почему? Потому что Бог пришел вместе с вами. Аминь. И другого быть не может. Какое бы ни было ваше окружение, знаете, куда бы вы ни пошли. Иногда люди говорят, я в такой компании нахожусь, Бог, наверное, меня оставил. Послушайте, Бог никогда не оставляет и не покидает вас. Бог любил вас в тот момент, когда вы находились не в самом вообще лучшем положении. В тот момент, когда вы где-то там валялись в подъезде соплях. В тот момент, когда вы напивались там до безумия. В тот момент, когда вы говорили глупости. В тот момент, когда вы плевали в небо и говорили, Бога нету, в тот момент, когда вы обижались на Бога и на людей и говорили, ну что, если бы был Бог, так вроде такое бы было бы. Даже в те моменты, когда вы не знали Бога и когда вы находились против Бога, Бог не переставал вас любить. Послушайте, неужели же тогда, когда вы стали сыновьями и дочерями Божьими, Бог не благословит ли вас, Бог не поднимет ли вас, Бог ли не даст сегодня вам утешение, Бог ли не благословит ваш путь, а? Бог ли не защитит вас и не покроет? Бог ли не даст мудрость, как навести порядок в отношениях? А, народ, подумайте об этом. Какая разница в каком вы окружении? Как бы там ни было? Послушайте, Бог рядом с вами. Вы представитель Божий. Вы куда-то пришли, и все стало лучше. Вы свет этому миру. Аминь. И ваш свет должен светить. Вы вишельемская путеводная звезда для кого-то в этой жизни. Кто-то для одного человека, кто-то для двух, а кто-то для каждого, кто встретится на его пути. Я не знаю, каким образом Бог это делает, но очевидно, что когда Он помещает вас в свой свет, Он делает это для того, чтобы кто-то обнаружил дорогу к нему. Независимо от того, где вы находитесь, в каком окружении, в какой компании. Аминь. Следующее, еще один столб, о котором хочу сказать. Действия. 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 Христианство – это теория или это практика? Знаете, до Иисуса было много теоретиков. При храме вообще всегда много теоретиков. Потому что они всегда знают, как лучше. Не всегда это делают, но всегда знают, как лучше. Вот. Специалисты широкого профиля. Но я вам хочу сказать, что когда пришел Иисус, и зашел в синагогу, и открыл книгу пророка Исаии, люди думали, что еще один теоретик появился. До тех пор, пока не исцелил прокаженного. До тех пор, пока не он поднял тещу Петра. До тех пор, пока не воскресил Лазаря. И когда это произошло, они поняли, он практик. Он человек действия. Послушайте, жизнь – это действие. Вы не можете просто пересидеть жизнь, переждать, перележать, переспать ее. Жизнь – это тогда, когда ты что-то делаешь. И молитва Иисуса была, он говорил ученикам, что тот, кто верит в меня, и дела, которые я творю, и больше всех сотворит, потому что я ухожу к Отцу. Послушайте, не знаю, какие еще привести аргументы, но знаю одно, что если вы сегодня, если мы сегодня, как христиане, если мы не станем голосом Иисуса, то люди никогда не будут слышать Слово Божье. Они будут слышать ложь, они будут слышать кризис, войну, забили, убили, прибили, ограбили, изнасиловали. Это люди и так и без нас слышат. Но мы – голоса искупления. И я знаю, когда мы становимся голосами искупления, когда мы несем Слово Божье, любой хаос останавливается, потому что Бог включает свои духовные механизмы для того, чтобы люди обратились от своих злых дел и пришли сюда. Когда мы принимаем решение быть Божьими руками, тогда Бог через нас может прикасаться к людям и приносить им свою исцеляющую силу. Когда мы принимаем решение быть надеждой для кого-то, тогда Бог знает, как использовать нас, показывает нам ключи к сердцу людей, и Он дает людям надежду, и Он поднимает нас. Христианство – это действие. Что бы с вами ни происходило, примите решение – действовать. Почему? Потому что Иисус говорит – я путь. Мне нравится это – я путь. Вы не можете просидеть путь. Правда? Не можете путь пролежать. Путь надо пройти. Если ты не пройдешь путь, ты никогда не достигнешь того места, где ты должен быть. Если ты не пройдешь путь, ты никогда не обнаружишь те благословения, которые Бог для тебя приготовил. Если ты просто не встанешь и не начнешь двигаться, Бог не сможет двинуться к тебе навстречу. Бог не сможет обеспечить тебя, Бог не сможет благословить тебя до тех пор, пока ты не просто не встанешь на тот путь, который Бог приготовил тебе, и не начнешь двигаться. Ты делаешь шаг навстречу Богу, Бог делает тебе навстречу 10 шагов, но послушайте, отношения, они заветные, молитва не монолог, завет с Богом это тоже не такие, ну короче, танцевать одному не очень приятно, для танца нужны двое, да, аминь, все женатые сказали аминь, вот, потому что, и замужние тоже, вот, потому что на самом деле, когда ты танцуешь с кем-то, это дает тебе удовольствие. Когда, знаете, мне вообще, когда люди сами по себе танцуют, для меня это выглядит странно, но когда ты где-то находишься с женой в хорошем, этом самом, предрасположении, в хорошей музыке, в хорошей обстановке, когда ты приглашаешь ее на танец, тогда происходит нечто особенное, аминь, понимаете, точно так же жизнь с Богом, это не однотипная жизнь, заветные отношения, они строятся на одной личности, заветные отношения, они социум такие, они сами по себе не могут возникнуть, Бог не может без вас исполнить свой план, а вы без Бога не сможете прожить ту жизнь, которую Бог приготовил для вас, и поэтому Бог соединился вместе с вами. Знаете, помните, как он говорит, младенцы нарекут им Мануил, с нами Бог, Бог говорит, дайте мне плоть, я дам вам свой дух, и произойдет то, что мы называем Мануил, произойдет связка, люди, подобные Богу, люди, созданные по образу и подобию Божьему, люди, исполняющие предназначение Божье, люди, представляющие Бога здесь на земле, аллилуйя, понимаете, и это то, что мы называем жизнью. Аминь. Это не теория, это практика, это определенное мышление, это определенные отношения, это определенная возможность слышать Бога, позволять Ему говорить свою жизнь и быть частью Его божественного плана. И это все называется христианством. Аллилуйя. Я верю в такое христианство, и я верю, что именно такое христианство, послушайте, станет ключевым в изменении нашей страны. Я не собираюсь здесь жить вечно на земле, я не являюсь свидетелем Иеговы, я являюсь свидетелем Иисуса, я знаю, что у меня здесь определенный путь, но я знаю, что у Бога есть план для этой страны. Я знаю, что Бог хочет собрать жатву в этой стране, я знаю, что через жителей этой страны Бог хочет высвободить делателей по всему лицу земли. Я знаю, что нам предстоит собрать финальную жатву, последнюю перед пришествием Иисуса Христа. И знаете, для того, чтобы исполнить это, надо стать тем, кем Бог изначально и планировал. Надо занять место в своем Божьем плане, быть решением, принять решение быть светом для людей этого мира и двигаться вперед, чтобы никто и ничто не мог остановить вас. Аминь. И знаете, я думаю, что именно об этом писал Павел, когда говорил, что когда собираетесь на вечерю, и когда берете чашу, когда берете кровь, и когда берете плоть, вы, когда, знаете, он говорит, что тот, кто не размышляет об этом, тот делает это недостойно. И он говорит, если бы люди размышляли об этом, то, как бы, многие бы исцелились. Но поскольку вы едите и пьете в осуждении себе, то многих сегодня уже нет. И люди взяли, выдернули это место писания и сказали, вот видишь, если ты неправильно подходишь к чаше или хлебу, Бог вот он даст тебе подзатыльника такого, что... Видишь, как написано, что неправильно подошел к чаше, все, значит, уже некоторых нету, поэтому неправильно подойдет, что можешь на следующее воскресенье уже и не доковылять. Вот. Но послушайте, что имел в виду Павел, когда писал эти слова? Он говорил, послушайте, ведь когда мы это берем, мы думаем об этом, мы размышляем, да? Мы размышляем, не осуждая себя, что мы грешники, мы размышляем, не осуждая, что с нами что-то не в порядке, мы отождествляем себя с Иисусом точно так же, как Иисус отождествлял себя с Отцом. Как Он говорил, я и Отец одно, то же самое и мы говорим, я и Иисус одно. Что бы ни было в моей жизни, мои грехи омыты, что бы ни было в моей жизни, что бы ни говорили люди, как бы меня люди не проклинали, Бог освободил меня от проклятия, и у Бога есть свой неповторимый план. Что бы ни говорили про мою генетику или про мою плоть, что бы ни говорили врачи, я соединяюсь с плотью Иисуса, и с кровью Иисуса, который смывает с меня грех и несет в ней исцеление. Я и Иисус одно. И это не для Бога надо, это надо для нас. Он говорит, делайте это в мое воспоминание. Обновляйте себя, напоминайте себе, принимайте это, думайте, размышляйте о той жертве, которая была принесена, о том, что сделал Иисус на Голговском кресте, и ваша жизнь будет изменяться. Вот почему я говорю, что это не традиция, это священное действие. Когда Павел говорит, Павел не говорит, вот знаете, это вот вино, это хлебушек, ну, вино это вот как бы кровь, а хлебушек это как бы как плоть. Он говорит, нет, он говорит, мы берем в плоти кровь. Это не образы. Фактически в тот момент, когда мы берем это в руки, когда мы возносим молитву Отцу, когда мы приступаем к этому благословениям, это становится кровью и плотью Иисуса. И когда мы принимаем плоть и кровь, мы становимся одним целым с Богом. И внутри нас больше нет никаких конфликтов. Нет никаких разделений. Мы и Иисус одно. Мы люди, созданные по образу и подобию Божьему, способные исполнять Божье предназначение, способные служить людям, способные давать людям надежду, способные вести людей куда-то за собой, способные изменить этот мир и привести его к Иисусу Христу. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok